Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как восстанавливать разрушенные психологические сепарации отношения взрослых ребёнок к родителям? Каков алгоритм реальных действий? Мать послала дочь к психологу укреплять характер, чтобы та не леталась от матери к мужу. Была реализована сепарация через ненависть, это якобы помогающее средство для сепарации, для построения собственных границ и защиты их. После этого процесса человеку становится комфортно в своих границах. От сепарированному родителю там как бы нет места и любые попытки заканчиваются негативно. Есть ли какой-то работающий путь построения моста через эти укреплённые и защищаемые границы? Да, есть. Через уважение этих самых личных границ. То есть, если человек уважняет свои границы, чувствует их, то он более внимательен и более чувствительен к тому, какой путь мы выбираем для того, чтобы с ним контактировать, для того, чтобы с ним общаться. И, соответственно, ваша задача заключается в том, чтобы этот путь найти, если человек, так скажем, заинтересован в этом. Да, если человек заинтересован в том, чтобы такой путь у вас был. Вот. Ваша задача этот путь найти и по нему следовать. Нужно понимать, что в первую очередь вы здесь думаете о приемлемости пути, который предлагает вам человек для себя. Во вторую очередь вы думаете о комфорте и приемлемости для другого человека, в данном случае для дочери. И, собственно, таким образом выстраиваются отношения новые, по-новому. Еще я бы предложил сделать следующее. На всякий случай я бы предложил сделать следующее. Я бы предложил посмотреть на то, как вы выстраиваете отношения с своей дочерью. То есть, какие вы используете сообщения, какие вы используете посылы при взаимодействии с ней. Если, например, этот посыл, ну, если, например, посыл, который вы используете, часто имеет под собой формат набации, формат императивов, такой, ну, жесткий формат, то, конечно, его стоит, наверное, все-таки избегать. И использовать формат по возможности другой, а именно формат я-сообщений, то есть, больше про ваши собственные чувства, про ваше желание, вот, про выражение ваших переживаний. Да? Вот. Но при этом, при этом, не переключаясь на личность вашей дочери. То есть, грубо говоря, если вы чувствуете беспокойство за свою дочь и хотите помочь своей дочери, то важно выражать именно то, что вы беспокоитесь, что вы волнуетесь. Не более того. Да? То есть, личные границы здесь необходимо уважать. Следующее, то, что хочется отметить. Ну, вот, вы говорите про то, например, что, мол, отправили дочь к психологу укреплять характер. Да? То здесь уже, наверное, не самая лучшая история в этом смысле, потому что... не совсем понятно, хотела ли дочь, ну, хотела ли ваша дочь, ну, вот, как-то вот укреплять свой характер. То есть, пока что, получается как-то так, что вы взяли и решили, как будто бы этот вопрос за неё. Всё. Вот. Если это так, это не самая лучшая история. То есть, если вы, вот, за дочь решаете. Ээээ... 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 Это с одной стороны. Ээээ... Ээээ... С другой стороны. Вы отправили дочь, как бы, на психотерапию, получается, и получается такая ситуация, что, по моим ощущениям, по крайней мере, что психотерапия ваше ожидание не оправдала. То есть, получается так, что на выходе вы получили не совсем то, что хотели. Поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь, если я не правду. Но выглядит все, конечно, именно таким образом. И, на мой взгляд, это очень частое явление, на мой взгляд, это очень частое явление, когда психотерапия не оправдывает каких-то ожиданий человек. Да, то есть, человек, как бы, как бы, ну, ожидает одного эффекта, да, человек ожидает одних результатов от психотерапии, а по факту, там, ну, получаются другие результаты. Вот, это очень частое явление, поэтому, здесь вопрос ваших ожиданий, да. Вот. Следующий момент. Вы говорите. Была реализована сепарация через ненависть. Откуда вы это знаете? Да. Ну, то есть, вот, откуда вы знаете, что, как была реализована сепарация вашей дочери? Это она вам сказала. Это психолог вам сказал. То есть, как бы, если она сказала, ну, она могла ошибаться. Если психолог сказал, нарушение профессиональной этики. Потому что, ну, обсуждать, как бы, вот, с третьим лицом, то, что происходит между психологом и клиентом, да, это вообще, ну, вообще нарушение профессиональной этики. Вот. Так что, здесь есть вот, эм, такие нюансы, на которые я бы хотел, конечно, чтобы вы обратили свое внимание. Потому что это вызывает вопросы, вызывает некоторые сомнения. И так далее. Да. Сепарация через ненависть, конечно, не хорошо, на мой взгляд. Вот. Но опять же, повторюсь, что я не уверен, в том, что вы говорите. То есть, вообще-то, такое сильное чувство, как ненависть. Не лучший советчик, не лучший советник при сепарациях. Да, мы часто можем использовать злость для того, чтобы человек себя лучше, ну, лучше чувствовал. То есть, чтобы он как бы лучше замечал точный происходит. Да, злость может быть использована, как ресурс для опоры на себя. Это правда. злость может быть использована для этого. Но не ненависть. И не очень хорошо, когда человек в этой самой ненависти, например, застревает. Ну вот, то, что описываете вы, на мой взгляд, подразумевает именно застревание. То есть, я не уверен в том, что то, что сделали, ну вот, гипотетически, то, что сделали психолог и ваша дочь, это хорошо для нее. Также, не совсем, на мой взгляд, понятна. И очевидно, как конкретно вы относитесь к тому, что происходит с вашей дочерью. То есть, мне не ясно, как вы относитесь к ее изменению. Меня несколько смущает то, что вы используете терминологию. термины. То есть, меня смущает, то, что вы используете терминологию. По большому счету, профессиональную терминологию, предназначенную для специалистов, но не для клиентов, не для людей, которые не имеют вот психологического образования. И для клиентов это часто является процессом рационализации. То есть, когда мы прячемся, как бы, мы прячемся за терминами. Если вы прячете за терминами свои чувства, то вам это не делает ничего хорошего, наоборот, в том числе и в отношениях с вашей дочерью, это будет создавать только проблемы. вот, ну, потому что некоторые такие вот реальные человеческие чувства оказываются погребены под под объяснениями, под рационализированием. И, на мой взгляд, ничего хорошего в этом нет. от слова совсем. Это море решает, конечно, вам, как действовать, как поступать, но я надеюсь, что пищу для размышлений отдать у меня вам получилось. Хоть немного. Если вы обижены, если вы злитесь, если вы чувствуете там, ну, обман, ну, если вы чувствуете себя обманутой, допустим, обманутой, на мой взгляд, вы имеете, вы имеете, ну, вообще, полное право на такие чувства, вы имеете полное право на такие переживания, вот, как мне кажется. И очень важно, чтобы вы подобные вещи не зажимали. Очень важно, чтобы вы не оставляли себя наедине с этим. Чтобы вы... Да, это не легко, но чтобы вы это проговаривали, чтобы вы это реализовывали, вот, чтобы вы знакомили свою дочь с тем, что происходит с вами. Понимаете, да? какая штука. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью. допустим, мы всем господинетром не конец и ж ь staff допустим, абсолютно подключаем.